Итак, что мы едим на Тенерифе? Для начала немного экзотики и вопрос. Что это? Подсказка. Это съедобное. Ответ в конце фильма. На завтрак мы любим есть творожок со сметанкой и фрукты. И на Тенерифе мы стали разыскивать свои любимые продукты. Но жители острова, говорящие на русском и на испанском, отвечали, что на острове ни творога, ни сметаны нет. И с кисломолочкой здесь вообще очень плохо. Вот творог из сметаны, который мы покупаем в Меркадоне. Здесь все есть и очень хорошего качества. Что хотела снять с названия? Я уже говорила, что фрукты лучше покупать во фрутериях. В супермаркетах фрукты дороже и качество хуже. Также хорошо покупать фрукты на овощных рынках. Вот полезная информация, которую я раздобыла в интернете. Адреса овощных рынков. Фрукты лучше есть в первой половине дня. Вот это папайя. Она может быть не самая лучшая. Есть намного больше, ярче и слаще. Как ее приготовить? Просто очистить, вычистить черные семечки ложечкой и нарезать в мисочку. Папайя растет на Тенерифе. Она содержит витамины АБЦ и вещество папаин, которые способствуют пищеварению. Следующий по популярности фрукт в нашем рейтинге – это хурма. Здесь она особенно сладкая и не вяжет. Хурма – это природный антиоксидант, но не нужно забывать, что ее нельзя есть более 1-2 штук в день. А это карамбола – экзотический, низкокалорийный кисло-сладкий фрукт. Мы едим его не очень часто, хотя он способствует выведению жиров и холестерина. Еще один экзотический гость в нашем рационе – это тамарила. Вы полюбите его, если будете есть правильно. Кожа у этого фрукта невкусная и несъедобная. Поэтому возьмите ложечку и выскорябите нежную мякоть. Этот фрукт восстанавливает силы и укрепляет ослабленный иммунитет. Еще мы любим авокадо. Сейчас я покажу, как у него готовят. Разрезаем авокадо ножом. Теперь мы его просто разделяем. Косточка осталась выделена. Иногда она просто выпадает из авокадо. В данном случае она не выпала, мы ее вырежем. Фактически ножичком. Вот так. И это чистая курточка. Так, теперь мы возьмем ложечку большую, столовой ложкой. Так, вот, столовая ложка. Мы берем авокадо. И вот так ложечкой его вычищаем в миску. Вот, остается чистая корочка. Так же мы вторую часть делаем. Это занимает буквально 1 минуту. Так. Ложечкой мы чистим авокадо. И таким образом у нас получается уже почти готовый салат из авокадо. Сейчас мы его разомнем вилочкой. Добавим каплю майонеза. И на этом будет закончено. Можно добавить яйцо. Можно добавить что-то еще по вкусу. Но мы будем только просто с майонезом. Значит, потом мы авокадо разминаем вилочкой. Оно мягкое, маслянистое. И по вкусу, в общем, вкусное уже. Его можно даже, в общем, не приправлять ничем. А использовать просто намазкой на хлеб. Каким-то дополнением к яйзи. Но можно покрошить туда вареное яйцо. Но вареного яйца мы не будем крошить, чтобы не усиливать нагрузку, калорийность пищи. А просто вот так разомнем его авокадо. И добавим туда майонез. Стоп. Добавляем немножко майонеза в наш салат. У нас вот такой майонез, который очень так выжимается. Все, больше не надо. Достаточно. Мы его размешаем. Все. Тут уже он и так у нас ленисый, авокадо. И у нас становится такой просто вот воздушный майонез. И после этого мы добавляем немножко соли. Вот мы добавляем немножко соли. И на этом конец. Теперь намазываем эту булочку. Все. Кстати, получается вот такой салат не салат, намазка не намазка. Это просто бомба. Салатик бомбический. Из кисломолочных продуктов на острове лучше всего представлены йогурты. Простокваши нет. Но кефир мы все-таки обнаружили в Меркадоне. Он более густой и по консистенции похож на сметану. А гречку вы не найдете на Тенерифе. Так что берите ее с собой. Теперь отвечаю на свой вопрос. Это деликатесный моллюск, который обитает в дикой природе на труднодоступных скалах. Способ приготовления его прост. Его опускают в кипящую соленую воду до повторного закипа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет еще много интересного.